Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я расскажу про свой арктический грузовик. Эта модель была сделана как копия вот такого симпатичного набора серии LEGO Arctic. Мне очень понравился этот маленький симпатичный грузовичок, и практически сразу появилась идея сделать его увеличенную копию. Ну и, собственно, основная цель была повторить внешний вид. Особо по функционалу я не заморачивался. Вот тут есть такой маленький несуразный кран. Я хотел сначала тоже сделать такой простенький кран с какой-нибудь колешнёй, чтобы там кристаллы поднимать. Там в Арктике же добывают кристаллы, если верить LEGO. Но я решил в итоге, что кран только утяжелит эту модель, и я от него отказался. Из ручных функций тут почти ничего нет. Ну, подвеска, двери даже открываются, что не часто бывает в моих моделях. Ну и тут сзади ещё для включения батарейных отсеков предусмотрена такая же закрывашка. А второй батарейный отсек, он включается по-другому. Об этом я расскажу чуть позже, когда сниму весь этот корпус. Шасси получилось у меня не с первой попытки. Я сначала хотел туда поставить 4 L-мотора, опасался за карданы, потому что колёса PowerPuller очень тяжёлые, тяжело крутить. И я там хотел сделать такую штуку, сделать перед карданами повышение, а потом большое понижение. И я думал, что это как-то защитит, снимет большой крутящий момент с карданов. В итоге всё это вообще не сдвинулось с места. Либо я с повышением переборщил около L-моторов. У колёс я поставил вообще червяки, у них большое трение. В итоге всё пришлось выкинуть. И я сделал заново на 4-х баги-моторах. Ну, когда берёшь баги-мотор, то успех гарантирован. Здесь понижение 1 к 3 в трансмиссии, никаких дифференциалов. Просто один баги-мотор на колесо. То есть они не связаны между собой. Можно вращать по отдельности. Передние аналогично. Ну что, сейчас я аккуратненько буду снимать корпус. Аккуратно, потому что я хочу всё это запечатлеть. И в будущем восстановить, конечно, эту модель. Сделать её, может быть, полочной, без моторов. Я пока не решил. Просто чисто внешне она мне очень нравится. Получилось очень похоже, как мне кажется. Передняя часть кабины держится на 6 точках. Ой, дверь сломал. Вот, дверь такая своеобразная, но рабочая. Здесь две точки. Тут и здесь спереди ещё. Вот они. Штучки раздвигаются. И так эта штука довольно легко устанавливается. С над сидушками тут запарился. В общем, не похоже вообще на меня. Так, и казалось, что задняя часть снимается легко. Сейчас. Вот как-то примерно вот так. Лишняя. Вот задняя часть кабины. Просто коробочка. Ничего здесь не открывается, потому что, в принципе, незачем. Ещё я тут пока разбирал, понял, что у меня была подвеска у сидений. Я уже про это забыл. Ну и, в принципе, вот она модель. Один RC-блок, второй RC-блок. И, в общем-то, вот и всё. Ну и осталось посмотреть на мосты. Снимаем колёса. Сзади стоят портальные редукторы обычные. Понижение 1 к 3. Подвеска задняя мягче, чем передняя. Ну, основной вес спереди. И этих хоматизаторов, в принципе, недостаточно. Когда я буду делать следующую версию, я сделаю по-другому переднюю подвеску. Ну, а задняя более чем достаточно. Ну, а спереди порталов нет. Здесь стоят шрусы с новыми ступицами. Понижение вот здесь идёт раньше, на более ранней стадии. И... 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 Вот здесь мы видим рулевой М-мотор. Он запитан от вспомогательного выхода RC-блока. И управляет маленьким актуатором. Ну, из минусов я бы отметил две вещи. Первое, это недостаточно жёсткая передняя подвеска. В результате чего грузовик так клюёт носом. Ну, и второе, это слишком медленное рулевое управление. Ну, серву тут напрямую не подключить к RC-блокам. Я использовал М-мотор. Он справляется, в принципе, просто, наверное, надо сделать, чтобы он побыстрее поворачивал, какое-то повышение поставить. А так-то к нему нареканий особо нет. Ну, и в очередной раз я впечатлён мощью баги моторов. Я никак не ожидал, что эта модель весом 3 килограмма будет так дрифтить, хоть и на льду, но всё равно масса большая. Эти здоровенные колёса, которые не так просто вращать. Баги-моторы рулят. Ну, и плюс ко всему, я снимал это всё с литиевыми батарейками, которые работают на морозе. И у них там напряжение тоже чуть побольше, чем у обычных. Всё вместе это работает очень круто. Ну, и на сегодня у меня всё. До скорого. Пока. Субтитры подогнал «Симон»